Перед тем, как начинать строительство любых объектов на территории угоры Гасфорта, необходимо провести серьезные работы по проектированию. При этом проект категорически не может быть разработан без проведения предварительных исследований экологических, гидрогеологических, гидрохимических и геологических. Для осуществления какой-либо деятельности в этой местности необходима экологическая экспертиза проекта, причем не только государственная, но и общественная. Такое мнение высказал специалист в области экологического туризма, старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования филиала Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова в Севастополе Екатерина Сергеевна Коширина. Мы выражаем свое мнение как общественность, хотим мы, не хотим, но мы не видим проекта, мы не знаем действительно, что будет, какая нагрузка, опять же, повторяю, сколько автомобилей будет проходить в день, сколько запланировано, сколько количество посетителей этого места запланировано, какие будут проводиться работы строительные, там три этажа, какие материалы, будут они опасны, не опасны, выбросы, сбросы, что попадет в сухую речку, ну и дальше в Чернореченский бассейн и так далее. То есть это мы можем оценить только имея проект. Пока что у нас предпроектное предложение, и эти точки, они же могут быть изменены, то есть нужно смотреть документы, а не выступления, мы же понимаем то, что сказано словами, это часто, может быть, потом человек может отказаться от своих слов. Опять же, воздействие на водные ресурсы, нужно понимать, какого объема будут работы проведены. Если это будет построено несколько зданий, как сейчас они и есть у рудника, это одно. Если там планируется нивелировка местности, там срезание рельефа, как-то русло перекрайвания, это же уже совсем другие процессы. Более того, думаю, необходимы дополнительные исследования и там подземных вод. По словам эколога Екатерины Кошириной, возможно, что при изыскательских работах будут обнаружены новые сведения о состоянии грунтовых вод и горной породы. Она отметила, что таких комплексных исследований этой территории давно не проводилось.